Гордость Николая Трубникова и его команды – бытовые помещения, которые многие годы были разобраны и буквально за три месяца превратились в комфортные комнаты отдыха. Над созданием душевых, парилки и мест для хранения одежды трудились всего трое человек – сам Николай Трубников и его помощники. Работали в нерабочее время. Сегодня в этих пяти комнатах чистота, порядок и уют. Это уголок технической книги, где человек может прийти к автономке, почитать или изучить что-то. Здесь будет уголок у нас. Имеется массажная кровать. Хотим поставить массажную кровать, где человек после своего трудового буденного дня может принять массаж. Следующий здесь хороший функциональный. Имеется сушка вещей. Человек, пожалуйста, работает. В любую дождливую погоду или зимой человек может и услышать свою обувь, которая намокла или одежду повесить. Очень эффективно. Здесь у нас нового хау, нами разработанное. Установили баки. Мы можем работать в летний период, когда отключение бывает, горячее, по причине ремонта на заводе. У нас стоят баки на полторы тысячи литров. Автономно, сами греются. Автономные люди, пожалуйста, в любое время могут помыться. Не зря наше санитарно-пометровое помещение называется комплексом. Потому что здесь можно как принять чушь, помыться, переодеться и заняться спортивным. Николай Трубников имеет большой стаж работы на Полевском крелитовом заводе. Пришел сюда после армии. Без отрыва от производства окончил монтажный техникум. Еще с того времени Николай Александрович запомнил главное наставление отца, тоже работника ПКЗ. Всегда соблюдай дисциплину и будь ответственным. Вот так с советской закалкой он прошел свой трудовой путь на производстве. Также работает по сей день. Я уже 30 лет, как говорится, уже на этом заводе отработал. Ну и, как говорится, опыт получил от старых людей. И стараюсь передавать опыт другим людям. Занимаемся, как говорится, не только работой, но и творчески стараемся поддерживать культурный образ жизни, технически развиваемся. Очень, очень творческие люди на этом участке работают. Тут все, кто знают, в курсе. И для детских садов. И даже вот во втором микрорайоне, в шестом доме во дворе стоит горка в виде паровоза. Тоже их изобретение. Вертолет вот поставили в 63-й садик. Тоже они в свободное от работы время. Ну и не сидят без дела. Мастер отделения Михаил Котлов не зря назвал Николая Трубникова человеком инициативным и творческим. За все время работы на Полевском креолитовом заводе Николай Александрович оформил не один десяток распредложений, которые успешно были внедрены на производстве и работают по сей день. В свое время, когда началась реорганизация завода, еще только слова были. Вот я первый, наверное, из реорганизаторов этого участка. Здесь раньше 9 человек работало. По-моему, распредложение реорганизации нас осталось трое. Мы сами раньше были отдельно профессией укладчик-упаковщика, потом были ремонтники. Сейчас же остались мы укладчики-упаковщики и ее сами же обслуживаем, ремонтируем все. Все распредложения, которые вносил, мы сами внедряли своим коллективом в производство. Создавали сами техническую базу, этому вы можете посмотреть. Вот уголок, который, в принципе, был металлолом выброшен, это все технически создавалось. Вы видите, вы даже не отличите от нового. Невооруженным глазом видно, что участок пакета формирующей машины, где работает Николай Трубников, сегодня находится в идеальном состоянии, несмотря на то, что срок его эксплуатации 20 лет. Вместе с коллегами он поддерживает здесь идеальную чистоту. И уже строит планы по дальнейшему благоустройству своего участка. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости нашего города.